Да, они победили нас на поле битвы, на земле. Хоть это было коварно и заговорщически, однако все, кто сегодня следит за военно-стратегическим развитием событий, понимают, что это для них не пройдет даром. Под главным показателем этого нужно понимать факт отсутствия коридора через Сюник. Этого коридора не будет, и по причине отсутствия этого коридора все их терзания будут напрасны, потому что без этого коридора все это бессмысленно. Иными словами, допустим, Карвачар сейчас у них. Понятно, что там материальное богатство и другие вещи. Сложилась уязвимая для нас ситуация. Но в чем выгода от этого всего для Турции, если не будет обеспечена сухопутная дорога, связывающая Турцию и Среднюю Азию, о которой они мечтали много веков. Но наше руководство уверяет нас в обратном. Я говорю о том, что сегодня по независимым от нас причинам продолжение этой катастрофы, которая должна была продолжиться новым бедствием, это должно было быть в виде разделения, раздробления и отчуждения Сюника. Все должно было закончиться этим. Если бы не было самоотверженной операции парней в полку ППС, если бы в 2016 году это не было предотвращено, тогда они политически достигли бы своей цели. Сегодняшнее геополитическое развитие событий, начиная от курса Соединенных Штатов, заканчивая Ираном и другими регионами, тем более Индии, мы сейчас наблюдаем антитурецкие альянсы, стран Средиземноморского, регионы Европы. Все это складывается в нашу пользу. Благодаря созданным сегодня военно-политическим форматам или новым ориентациям Сюник будет сохранен. Сюник и Бахбан Вельбе. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.